Audi A4 Avant. Жалоба следующая. Периодически автомобиль теряет мощность и по всем признакам похоже на то, что просто перестает дуть турбина. Сейчас мы посмотрим коды неисправностей, которые записаны в блоке, если они там есть, и посмотрим в измеряемых величинах, что вообще происходит у нас с давлением наддува. Зашли в 11 группу, и здесь мы видим два показателя. В милибарах давление, которое хочет поддерживать блок управления, и получается давление, которое на данный момент считается датчиком абсолютного давления. Немножко погазуем. Как видите, давление текущее иногда поднимается выше необходимого. Я просто не хочу сильно разгазовывать, машина относительно холодная, но я уже вижу, что есть несоответствие. Оно как-то отстает, и что-то здесь в плане управления турбиной у нас какая-то проблема присутствует. Но я еще хочу зайти в моему третью группу, и сейчас покажу вам интересный момент, о котором мало кто говорит. Но у нас есть два параметра. Расход воздуха, который хочет сейчас видеть блок управления, учитывая данные обороты, нагрузку на двигатель и так далее. Сейчас она работает на холостом ходу. И второй показатель, это расход воздуха, который сейчас считывается с датчика массового расхода воздуха. И как видите, он у нас гораздо выше, чем расход воздуха необходимый. О чем нам это может говорить? Большинство дизельных двигателей оборудованы системой рециркуляции отработанных газов. Это экологическая приспособа для улучшения экологических свойств мотора. То есть часть выхлопных газов, которая забирается с выпускного коллектора, подается обратно во впуск и служит таким себе балластным составом, которым заполняются цилиндры при невысоких нагрузках, для того, чтобы уменьшить выбросы некоторых вредных веществ. Так как мы увидели, что почему-то датчик массового расхода воздуха считывает массовый расход воздуха выше, чем он должен быть на данный момент, когда двигатель работает на холостом ходу, я могу предположить, что у нас не работает рециркуляция отработанных газов, потому что не открывается вот этот клапан, и, соответственно, не идет добавка выхлопных газов в рабочую смесь. Так как у нас что турбина, активатор турбины, что активатор EGR у нас работает от вакуума, от вакуумной системы этого автомобиля, я могу предположить, что эти две неисправности как-то связаны, и надо сейчас будет посмотреть, что у нас происходит с вакуумом, возможно, его создать. Пару слов о самой вакуумной системе управления исполнительными механизмами на этом моторе. Все начинается с вакуумного насоса. Вот он установлен здесь, он создает вакуум в этой системе. Он нужен здесь потому, что в дизельном двигателе нет дроссельной заслонки, соответственно, во впускном коллекторе не может создаваться разряжение, которое можно потом отобрать из впускного коллектора и развести по исполнительным механизмам, как это делается на бензиновых двигателях. Создает он вакуум для работы вакуумного усилителя тормозов, как основное, и для вспомогательных механизмов. Вот пошла трубка как раз на исполнительные механизмы двигателя. Это пошло в столонку, это похоже на климат, какие-то заслонки. Так, после того, как у нас пошла эта трубка, она расходится по клапанам. Вот у нас здесь вот плохо видно, стоит клапан, он управляется скважинностью, то есть поддаются импульсы напряжения, он или открывает подачу разряжения, или открывает сброс в атмосферу этого разряжения. Вот идет трубочка, и приходит она у нас в воздушный фильтр, то есть сброс разряжения происходит через воздушный фильтр, то есть чистого воздуха, чтобы не было подсоса грязного воздуха в систему. После этого клапана у нас идет трубочка на вакуумный привод EGR. Перед ним стоит тройничок, то есть у нас управляется вот этот клапан, и после тройничка идет трубочка вот туда вот в район турбины. Там у нас стоит уже вакуумный клапан, который управляет турбиной. И здесь еще стоит вакуумный ресивер. То есть, так как турбина это у нас узел ответственный, у него немножко обособленный вакуум. На подводящей трубке к ресиверу стоит обратный клапан, то есть вакуум создался, закачался в этот ресивер, и всегда у нас есть возможность, независимо от того, нажимаете ли вы в этот момент на тормоз, или часто ли вы нажимаете на тормоз, когда у вас вакуумный усилитель начинает съедать часть вакуума, у вас есть возможность всегда управлять хорошо геометрией турбины. Так как у нас этих два узла как-то работают неадекватно и некрасиво, я предлагаю, значит, с основы это подключиться вот сюда вот вакуумным манометром и проверить, создаёт ли у нас вакуумный насос нужный вакуум в системе. Разрешение здесь хорошее, 0,9 бар, почти единичку надавил, то есть я считаю части вакуумного насоса, не всякого рода утечек типа через вакуумный усилитель тормозов и по всем трубкам до этого входящего штукера на исполнительные механизмы двигателя у нас нет, поэтому копаем дальше. Здесь всё хорошо. Вот включил манометр через тройничок и посмотрим, нет ли утечки в системе. Разрешение хорошее, то есть, в принципе, насос скачает дырок, то клапанов у нас нету. Ну, странное дело, то ли накрылось два клапана, то ли нет скважинности на них, то есть нет управления. Сейчас будем разбираться дальше. Сейчас я попробую, посмотрю, где происходит ли вакуумное управление на ЕГР и на турбину. А теперь я буду создавать разрежение на клапане ЕГР и смотреть за изменениями расхода воздуха. Так, расход воздуха у нас изъясняется с 400 до 370. То есть, когда мы принудительно подаем туда разрежение, клапан ЕГР срабатывает, открывается, и что-то происходит. То есть у нас нет управления. Следующим шагом для локализации этой неисправности будет замер разрежения, который идет на управляющий вакуум турбины. То есть, посмотрим, управляется ли турбина, приходит ли сюда разрежение. И, соответственно, если приходит, тогда уже проблема у нас именно в геометрии. А клапан ЕГР – это отдельная проблема. Почему он не хочет открываться, и мы с этим будем разбираться. Потому что, когда я подключил сюда вакуумный насос и принудительно накачал вакуум на самом клапане ЕГР, он открылся. Но вакуум от системы не подается на него. То есть, он не управляется. Так, приходит сюда вакуум. Если он приходит, тогда я подключаю вакуумный насос к вакуумному приводу турбины и накачиваю вакуум и смотрю, двигается ли геометрия. Может, она просто заклинила. Разрежение есть не такое большое. Вообще-то, как я думал, тут должно быть. У нас 0,6 минус 0,6 пара. При перегазовке, когда турбина раздувается, давление сбрасывается домой. То есть, управление какое-то есть. Но само нагружение, мне кажется, маловато. Но, в принципе, турбина управляться должна. И еще момент. Со снятым шлангом турбина дует. Сейчас будем подключаться к геометрии вакуумному управлению и смотреть, двигается ли она. Подключился я к вакуумному приводу управления геометрией турбины. Вот видите, вот этот ползуночек. Он идет туда, вот, геометрией турбины. И, соответственно, сейчас я буду накачивать и посмотрим, двигается ли она. Или у нас просто заклинила геометрия. Качаю. Движений нет. Движений нет. Разрежение у нас хорошее. И оно держится. Я накачал даже больше, чем получается от мозгов шло. Ну, тоже где-то 0,7 шло. И я накачал 0,7. Никаких там изменений у нас нет. Соответственно, если я спущу, сдерну шланжик, например, слышите, как сработала мембранка, то есть внутри там что-то происходит. Но сама геометрия не двигается. Тут у нас снятие турбины. Конечно, можно сказать, это можно было обнаружить быстрее, типа там как-то подергать пальцем за геометрию турбины. Но мне надо было проверить полностью всю систему, потому что была проблема еще и с EGR. Подключился я с тыльной стороны к проводам, идущим на клапан рециркуляции отработанных газов. Сейчас запущу тест исполнительных механизмов. То есть блок управления двигателем будет поочередно включать и выключать данный клапан, подавая на него питание. И мы посмотрим, приходит ли сюда напряжение. Вот только что клацал клапан ограничения подачи топлива. Проходил тест. Сейчас я включу клапан рециркуляции отработанных газов. Мы посмотрим, во-первых, как он по звуку себя ведет, клацает он или нет, и какое идет напряжение. Так, секундочку. Напряжение циклично пошло. Щелчков я не слышу. Но при этом, если мы возьмем... Я прислонил руку к нему, да, и я чувствую, что что-то внутри происходит, но очень, так знаете, невнятно. Какой-то легенький щелчок есть, но при этом ничего, я так понимаю, канал не открывается. Сейчас для сравнения я включу клапан ограничения наддува. Конструктивно они одинаковые. Даже в случае, если там, например, клапан ограничения наддува вышел из строя, то их можно поменять местами, так как без рециркуляции отработанных газов двигатель будет относительно адекватно работать, а вот без клапана ограничения наддува нет. Сейчас включаем. Секундочку. Так, N75 клапан ограничения наддува. И слушайте. Ну, как слышите, этот отчетливо щелкает. То есть, он исправен. На этом диагностика этого автомобиля закончена. И мы имеем следующие выводы. И будем проводить дальше следующие действия. Во-первых, снятие турбины, осмотр геометрии. Возможно, ее получится просто расшевелить, прочистить, расклинить. Это раз. Второе. Что делать с клапаном EGR? Так как, я так понимаю, этот автомобиль ездит с такой поломкой уже давно, и никаких ошибок по этому поводу не вылезло, моя личная рекомендация, это просто снять трубку с EGR и заглушить ее. На случай, если этот клапан, который не рабочий, вдруг откроется, не было, так сказать, нехороших последствий с этим связанных. А именно, если у вас постоянно будет открытый клапан EGR, у вас не будет раздуваться турбина, так как все выхлопные газы будут лететь обратно во впуск, будет валить черный дым, машина не будет ехать. Ну, собственно, будет полная ерунда в работе двигателя. Это второе. Ну, или же, если человек захочет именно восстановить все в оригинал, в завод, то просто замена этого клапана. Тут уже, как бы, на пожелание, так сказать, пожелание клиента. Из плюсов глушения, как бы, будет чистый коллектор, чистый впуск, чистые впускные клапана. Привод геометрии турбины. Как видите, он у нас стоит практически в крайнем положении, несмотря на то, что вакуум сюда не подведен. То есть, тяга должна была отщелкнута сюда вниз. Сейчас я уже снял стопор с вот этого вот активатора вакуумного. Хочу отсоединить шток, чтобы потрогать, что именно заклинило, тут или внутри самой турбины. А то мало ли, всякое может быть. Но тут проблема. Получается, он заклинил в таком положении, что я не могу выдвинуть вот эту тягу. Сейчас я буду откручивать эти два болта, чтобы полностью весь механизм отсюда удалить. Тогда получится это снять. С вакуумником у нас все хорошо. Раз. Он ходит, он герметичен, все нормально. А вот геометрия просто в глухую заклинившая. Так, заткнули маслоподачу, маслослив, потому что сейчас будет грязная работа. И откручиваем вот здесь вот болты и разъединяем турбокомпрессор. Предварительно я нанес меточки, чтобы потом все части корпуса собрать воедино, так как они стояли. Вот, значит, привод этой геометрии. Значит, сам флажочек у нас ходит легко. Никаких тут подклиниваний нету. Все здесь четко. А вот сама пластина, вот сюда входит этот флажочек, который управляет каждый рычажочек. Там оська. И если посмотреть вовнутрь, там сами лепестки. Наверное, отсюда не видно, мне будет разобрать, тогда уже видно будет. Сами лепестки геометрии турбины. Вот эта вся конструкция у нас заклиненная. Сейчас, наверное, придется вот это разбирать, откручивать вот эти торксы, снимать и смотреть, что там в геометрии. Геометрия турбины разработана, ходит уже очень хорошо. Скажу честно, не получилось у меня открутить вот эти вот болты под торксы. Тянул уже сильно и понимаю, что еще чуть-чуть и они пообламываются. Поэтому попробовал размочить шторки ВДшкой, разработать каждую по одной, так как, в принципе, шторки не все были заклинены и геометрия турбины не была загажена, как это иногда бывает, именно коржами нагара. А только некоторые шторки подклинили, у меня все получилось. То есть я хорошо размочил ВДшкой, несколько раз поразрабатывал, потом опять промыл. Но тут важный момент, что когда вы в подобных вещах, вот в выхлопной системе, работаете маслом, ВДшкой и так далее, всегда надо после этого обезжиривать чем-то. Ну, типа вот эта мануловская обезжирка, можно любой очиститель карбюратора взять, собственно, неважно. И потом высушивать это все хорошо с сжатым воздухом. Потому что любое масло, которое тут останется, при первом же нагреве сгорит и ничего хорошего, кроме закоксовки этих вот вещей, вам не даст. Может, это не сильно и смертельно, потому что в турбину все равно какое-то масло попадает, но я думаю, что если мы разбираем, то надо все делать чисто. То есть вот, работать должна не то, что там без каких-либо подклиниваний, а она вообще должна, ну, настолько легко работать. Вот так вот теперь собираем. Сейчас буду ставить турбину и поменяю все прокладочки и уплотнения. Но что хочется сказать по поводу прокладок, которые я приобрел, это фирма Элринг, в принципе, хорошая фирма. Все положили. Прокладка Аутли, это прокладка между коллектором и турбиной, прокладка маслослива, шпильки, гайки новые, потому что они могут поломаться. И даже положили шприц для заправки турбины маслом, потому что часто так бывает, что хоть даже весь инструмент и есть, а шприцы теряются. А это они молодцы, тут вопросов нет. Но что касается инструкции по установке турбины, если честно, она меня добивает. То есть для кого это сделано? Здесь вот прям на первой страничке, даже как бы на обложке инструкции нарисована такая штука. У нас чувак обычный штатский не подходит, нужен чувак с ключом, то есть профессионал якобы. И дальше для профессионала идет вот эта вот инструкция. То есть текста здесь никакого нет. Здесь какие-то картинки, причем, знаете, ну как, короче, мой разум это не может понять. Надо быть или более тугим, или более развитым, я не знаю. Ну смотрите, вот линзочка, то есть надо осмотреть нашу систему, нашу турбину, вообще на предмет следующих вещей. Вот что вот это нарисовано? Температура Макс не должна быть, и уровень масла минимальный в турбине не должен быть, или что? Ну как это понять? Дальше, я так понимаю, смотреть турбину, лопатки на предмет повреждений, какими-то частицами твердыми. Значит, вот так быть не должно, так должно. Это, я так понимаю, не должно быть сажи в выпускном коллекторе, потому что, когда вы дунете нормально, у вас может сломаться вал турбины. Так это понимать. Дальше, что нужно сделать? Твердки ключи. Это наше действие. Значит, надо. Вот, ну, что это? Это коллектор, это, я так понимаю, выдуть из него сажу, или как? Очистить плоскости, не оставить кусков рваных прокладок, но это, по идее, чуваку с ключом, понятно, и так должно быть. Осмотреть на предмет трещин. Вот, что вот это такое? Вот как это понять? Не знаю, может, и недостаточно. Так, дальше идем. Новые, я так понимаю, нужны трубки маслоподачи, масло слива, и перечеркнута вот такая вот колбочка. Ну, по своему внешнему виду, она напоминает мне фиксатор резьбы, наверное. Ну, должны были что-нибудь написать там. Дальше. Единственное, что понятно, это то, что турбинку надо заправить маслом. Мы ее проворачиваем, крутием, и заливаем маслоподачу до того момента, пока вот не станет уровень максимальный, чтобы прямо через края не потекло. Вот. И только в таком состоянии мы ее собираем. Ставим прокладки, затягиваем нужным моментом, каким не написано. Вот. Картинка такая, а момента нет. Дальше. Ключ на старт нейтралочка, надуть побольше, посотреть, я так понимаю, давление масла, и осмотреть подтеки. Вот. Такая инструкция. Ну. Может, чуваку включем, и так это все понятно. Эти картинки для тех, кому все равно ставить эту турбину нельзя. Вся подкапотка собрана. Напоследок, я заглушил EGR, даже не глушил, а сделал вот таким вот образом. То есть, сейчас все исполнительные механизмы, то есть, весь вакуум, который идет на исполнительные механизмы, идет только на клапан ограничения наддува турбины. То есть, вот этот вот клапан EGR, он в принципе откинут. То есть, чтобы не было каких-либо в дальнейшем потерь на всяких стыках. Я упростил систему, тем самым сделал ее более надежной. Хочется еще сказать, что когда вы глушите заведомо исправный механизм, надо еще глушить, получается, к нему трубку, чтобы, например, не засорять сам исполнительный механизм. На случай, если человек решит к нему вернуться, и он, когда решит его восстановить, ну, не знаю зачем, но вдруг, он не будет забитый грязью и будет абсолютно работоспособный. Запустим двигатель. И посмотрим в параметрах, что мы тут видим. Значит, необходимое давление 967 милибар, действующее 979. В принципе, около правды. Поглазуем чуть-чуть. Слышим, как турбинка начинает по чуть-чуть свистеть. Значит, скважинность на клапане ограничения надува меняется, меняется давление, вот сейчас чуть-чуть оно завышено, но это буквально минимальные отклонения, а так, как видите, передува, как было в начале видео, что на холостых без нагрузки машину можно было разгазовать до полутора бар избытка, такого уже нет. Все адекватно, красиво работает. Всем спасибо за внимание, подписываемся на канал и до скорых встреч.